Правительство Российской Федерации выделит Тверской области дополнительно более 332 миллионов рублей на строительство модульных отелей до 2024 года. Средства из федерального бюджета пойдут на строительство отелей в Калязинском, Калининском, Старицком, Балаговском и Кимрском округах. К началу 2024 года Верхневолжье будет открыто 397 новых модулей. С теми, кто уже воспользовались мерами поддержки для создания модульного сезона, встретилась наша съемочная группа. В Калининском районе расположился полноценный комплекс отдыха. Здесь установлено 5 кемпов, в планах установить еще 5. Внутри спальные места, обогреватели, все необходимо для комфортного отдыха на природе. Разместиться здесь может от 2 до 4 человек, а всего кемпинг может принимать от 40 до 60 человек одновременно. Средства на создание предприниматель Кирилл Смирнов получил от фонда содействия предпринимательству Тверской области, который работает в структуре центра «Мой бизнес». Средства займа мы потратили на шатры. Это 10 шатров «Лотус-тенты», которые находятся у меня за спиной. Это наш большой шатер, мы его называем «Пати-тент», потому что там люди проводят свободное время. Это душевые и туалетные модули. А также баню-палатку, которую мы еще не опробовали, к сожалению, на следующий год. Она будет, я думаю, радовать большое количество туристов. В Тверской области для поддержки предпринимателей в сфере туризма в прошлом году запущен льготный займ проекта туризма от фонда содействия предпринимательству. Он предназначен для тех, кто планирует создать на территории региона кемпинги и глэмпинги. Возможно привлечь до 5 миллионов рублей на срок до 7 лет процентная ставка 1% годовых. Особенностью данного займа является то, что основной долг погашается с третьего года действия договора. То есть мы даем предпринимателю время для того, чтобы он успешно запустил свой проект, наработал клиентскую базу. Отметим, что Тверская область входит в число лидеров по привлечению федерального финансирования на строительство модульных отелей. Регион занял первое место среди субъектов ЦФО и восьмое по России. Сегодня Тверская область пользуется большим спросом у туристов. Из-за введенных против России санкций у нас растет внутренний туризм, что позволяет нам модернизировать нашу инфраструктуру и создавать конкурентные туристические объекты. Люди хотят отдыхать в Центральной России, а мы готовы предоставить им эту возможность. В прошлом году в регионе открыто три модульных отеля на 482 места в Канаковском и Калининском округах. Если в 2018 году в Верхневолжье работало 248 отелей с номерным фондом 19 тысяч мест, то сейчас гостей принимает 318 отелей. А общий номерной фонд достиг 26 с половиной тысяч мест.